Итак, друзья, всем добрый день, добрый вечер, дамы и господа, с вами снова Севен. Я продолжаю моделировать матчи континентальной хоккейной лиги, ребят, и вот сейчас хотел бы вам показать третий, четвертьфинальный матч между командами Московская Динамо и Питерский СКА. Спасибо большое, друзья, что смогли помочь мне набрать отметку в 2000 подписчиков, спасибо большое, что продолжаете поддерживать мой канал, ставить лайки, писать комментарии, обязательно продолжайте это делать, буду все читать и отвечать на ваши комментарии. Ну что, давайте возвращаться к матчу, поменял я вратарскую бригаду у Динамо, я не знаю, по какой причине отсутствует Гарипов, ставили Бочарова во втором матче москвичи, а Хелберг так и продолжал защищать ворота питерцев, поэтому в третий матч как раз-таки он будет защищать ворота СКА, и, конечно же, Бочаров будет стоять, как я уже сказал, в воротах московского Динамо. Наш матч начинается, и Шипачев набрасный против Кемпанина, опять я подшаманил составы, очень многие просили вернуть Галимова состав, убрал я Бурдасову, поставил Галимова, в принципе, все как во втором матче в Питере играла команда, вот таким же составом практически она сейчас играет здесь уже в Москве. Напоминаю, в реальной серии 4-1, москвичи выиграли в первом матче в Питере, затем проиграли 1-0, очень обидное поражение в концовке, питерцы смогли забросить шайбу и могли, в принципе, довести до овертайма Динамо этот матч. Опасный момент сейчас был УСКА, в штангу попал игрок питерцев, Яшкин с острого угла атакует ворота. В принципе, как и в матче, как и в серии Авангард Металлург, здесь я на стороне Динамо, считаю, что эта команда намного интереснее на данный момент выглядит, посмотрим, конечно, дальнейшие события, но мне так кажется, Динамо пройдет дальше, как и в серии, где Магнитка принимает Авангард, я ставлю там на Магнитку. Да, я могу ошибаться, ребят, но как-то поинтереснее для меня сейчас Магнитогорский и Московская Динамо, можете писать свои варианты в комментариях. Еще один опасный момент сейчас был у Питера. Горлицкий, Шипачев, бросок поворотом, Хелберг шайбу накрывает. Жиганов, Галимов очень неплохо, Галимов с острого угла атакует. Григорьев, Верещагин, щелчок поворотом, прямо в ловушку Хелберга попадает защитник Динамо, но атака не заканчивается, Кулемин. Марченко, передача на Алтынина и снова штанга спасает Московская Динамо, уже вторая штанга и поактивнее, поактивнее сейчас СКА выглядит. Ход в зону на Чайковского, Пьер Ви, бросок низом выручает Хелберг. 8 секунд до конца первого периода, хорошая передача на Тарасова. Тарасов, бросок не получается у игрока Динамо, у нас первый период подошел к концу, пока 0-0 в матче. В третьем матче между Московским Динамо и Питерским СКА, друзья, давайте переходить к периоду под номером 2. 7-6 по броскам в пользу московской команды, но на точке в бросню очень печально, пока ситуация у хозяев. Бэнксон, Кимпанин, очередная комбинация интересная от СКА. Кулемин. Ой, здесь отправляется на 2 минуты игрок СКА, наконец-то у нас хотя бы есть удаление, потому что у нас середина матча, ни одной заброшенной шайбы может быть удаление хотя бы как-то. Все эту ситуацию поменяет, Бэнксон отправляется на 2 минуты за подножку. И сразу Шипачев, Кагарлицкий, Яшкин, первое звено у Динамо выходит. Чайковский и Кагарлицкий бросают по воротам. Яшкин, еще один момент, Кагарлицкий, наконец-таки шайба залетает в ворота. Кто как не первое звено должно было решать исход этого большинства. Бэнксон, Яшкин, Шипачев и Кагарлицкий все по одному очку заработали в этой атаке. Кстати, во втором матче там Тарасов играл в первой тройке вместо Кагарлицкого. Не знаю, с чем связано отсутствие Кагарлицкого. Возможно, он вообще не играл. Либо он был в другом звене, вот этого я не знаю. Потому что матч я непосредственно сам не смотрел второй, где я выиграл СКА. 1-0, наконец-таки у нас матч. Счет в матче открытый, делает это Кагарлицкий. И первое звено московского Динамо. Наконец-таки у нас счет открыт в матче. Кагарлицкий забросил шайбу и тут же у нас удаление будет в составе СКА. Кагарлицкий еще один наброс на ворота. Но здесь уже Хелберг ситуацию контролирует. И снова за подножку отправляется у нас игрок СКА. Это Алтынин. Теперь едет на скамейку штрафников. Но мы видели, как хорошо Динамо-овцы реализуют большинство. Поэтому стоит ли удаляться гостям для того, чтобы получать шайбу за шайбой. Ну посмотрим сейчас, как получится у Динамо сыграть. В этом большинстве Ажиганов шайбу уже выбрасывает в зону московского Динамо. Пьярви, Тарасов, Пьярви, не опасный бросок, нужно давать назад передачу. Еще одно удаление будет в составе СКА. Нужно расставаться с шайбой как можно скорее для того, чтобы больше было времени поиграть. 5 на 3 минута и 5 секунд будет у Динамо для того, чтобы 5 на 3 разыграть. Ну что-то полились удаление в составе СКА. Кто у нас Ажиганов теперь еще на 2 минуты отправляется. Идеальнейшая возможность для того, чтобы Динамо еще немного вперед по счету ушла. Так, что она? Шипачев, подбросок, Кверлицкий. Еще одно удаление. Да что произошло с СКА? Я не понимаю, удаление за удалением. Сейчас Марченко отправится на 2 минуты. Как будто, даже не знаю, как это объяснить, но уже четвертое удаление подряд в составе СКА. Неплохо Тарасов. Но вот момент единственный, за сколько большинства было у Динамо. Но вот единственный опасный момент. Качев, бросок неплохой. Бочаров накрывает эту шайбу. 8 секунд до конца второго периода, пока 1-0 Динамо в ЦВД. Итак, друзья, второй период подошел к концу, пока счет 1-0 в пользу московского Динамо. Давайте, друзья, переходите к периоду под номером 3. 14-11 по броскам в пользу московского Динамо. И подтянулись по выигранным бросням москвичи. У нас 1-0. Не очень результативный матч. Шипачев с Кимпанином на бросание в центральном круге. Но 4 удаления подряд было у питерской команды. И одно только смогли реализовать из них Динамовцы. Не знаю, с чем связано вот такое количество удалений от Питера. Вэй неплохо. Галимов, да как они все разыграли. Я думаю, что они катают, катают эту шайбу в зоне соперника. Так вот, для чего выявили все-таки набросок Эмиля Галимова. С передачей Кузьменко и Вэя забрасывает Галимов. Мы смотрим повтор момента. Здесь что? Галимов с неудобной руки забрасывает шайбу. Самую концовку нам показали. Этого момента и 1-1 сравнивает счет Гости. Игра начинается, можно сказать, заново. Но не зря Магалимова вернули в состав. Как мы видим, пригодился. Этот нападающий питерской команде. Ой, как жестко здесь встречают. Пиарви и тут же забивает московская Динамо. Помню, у Пиарви в прошлом матче было столько моментов, что можно было на целый сезон столько шайб забить. Точнее, за целый сезон можно было столько шайб забить, сколько он там мог. Ну, здесь все классно, конечно, разыграли. Миронов передача на Пиарви. Пиарви в пустые ворота, слава богу, попадает. В отличие от Афиногенова. Ну, это старая тема уже. Давайте не будем к этому возвращаться. 2-1 снова выходит вперед. Московская Динамо. Вот вроде бы зеленый свет, да, был уже для питерской команды. Начала она атаковать все больше и больше. И тут, как тут, контратака от московского Динамо, который завершается взятием ворот. Марченко. Алтонин, бросок по воротам. Удаление будет в составе Динамо. Уже неплохо и жестко. А здесь встречают игрока. Под Кользин, 92-го номера СК. Но удаляется Сергеев у нас также за подножку. Ну, вот первое большинство у гостей. Вот нужно поглядеть, как будет реализовать свое большинство СКА. Потому что целых четыре попытки подряд было у московского Динамо для того, чтобы забросить больше одной на тот момент. Но они не смогли этого сделать. И очередная штанга, которая спасает Бочарова. Уже третья за сегодняшний матч. Голенюк. Голенюк щелчок по воротам. Подправляет здесь игрок СКА эту шайбу. И 2-2 становится счет. Кто это у нас? Ткачев после броска Голенюка. Шайбу это подправляет. И 2-2 становится счет. Так, еще одно удаление. В составе СКА теперь будет. Кетов отправляется на 2 минуты за удар соперника по рукам. За удар соперника клюшкой. Ну, вот здесь прямо видно было, да. Да, за удар клюшкой. Правильная формулировка. У Динамо 5-е удаление. Точнее, 5-е большинство. 5-е удаление-то это у СКА. Ну, посмотрим. Давайте Шипачев. 1 из 4-х, да, смогли реализовать. 6 бросков за эти 4. Большинство смогли нанести. Горячая концовка нас ожидает. Если еще сейчас не забросит. Московская Динамо за оставшиеся 18 секунд большинства. Хелберг. Шайбу накрывает. Браснев будет в зоне гостей. 4-34 до конца нашего третьего периода. 2-2 пока. Матчи между Динамо и СКА выиграли Браснев. Миронов, Тарасов. С этой позиции, конечно, тяжело было пробить Хелберга. Так, удаление будет составить Динамо. Да что за матч-то у нас. С какого-то момента, со второго периода, начались удаления просто подряд. Команда не играет 5 на 5. Одно удаление за другим. А то и 5 на 3 остаются команды. И Пьярви отправляется на 2 минуты. И сейчас 5 на 4 будут снова выиграть команды. Так, это второе большинство для СКА. И одно они сразу же реализовали. Один стопроцентный показатель по реализации большинства сейчас у СКА. Вот вторая попытка. Кетов. Кузьменко. Прошу прощения, это Кимпанин. Бэнксон. Фантенберг. Щелчок. Бочаров ловушкой. Очень неплохой сейф делает галкипер Динамо. Пьярви. Последние минуты третьего периода. Миронов. Миронов. Бросок поворотом. Штангу попадает защитник. Фантенберг. Неплохо на Галимова. Галимов шайбу отбирает. Галимов. Куда ли не будет составить Динамо? Да что происходит-то? Если сейчас СКА, получается, не забросит в большинстве за последние 38 секунд, то овертайм 20-минутный команда начнет в большинстве. Ну вот, увози, увози третью победу. Прямо сами игроки Динамо говорят. 40 секунд, очень большое количество времени для того, чтобы реализовать большинство. Ну, пока что-то Динамо идут вперед, наоборот. И вбрасывание еще зарабатывают в меньшинстве вообще. Большие молодцы. 28 секунд. Еще есть УСКА. Хеттанин шайбу выбрасывая здесь. И 2 секунды до конца, друзья. Нас ждет первый овертайм за большое количество времени, потому что давно овертаймов у нас не было, друзья. Давайте переходить непосредственно сразу к нему. По 19 бросков команда несли за 3 периода. По выигранным брасням лучше выглядят хозяева. 19-14 по этому показателю. Кучеряенко на брасне против Кимпайна. Как я уже и сказал, СКА будет играть в большинстве. 5 на 4 играет команда. 20 минут овертайма. Первого ждет нас прямо сейчас. Линдберг щелчок. И забрасывает Линдберг шайбу. И Динамовцы выигрывают у питерского СКА. В третьем матче четвертьфинальной серии. Поздравляем мы всех болельщиков московского Динамо с этой победой. Если ты вдруг еще не подписан на мой канал, то прямо сейчас обязательно это сделай. Поставь лайк, люби комментарий. Нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем до скорых встреч, друзья. Увидимся в новых матчах континентальной хоккейной лиги. На самом деле, я James Cebalsки. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok